Об эти минуты в центре Киева собрались представительницы древнейшей профессии. Вообще изначально предполагалось, что митинг свой они организуют, придут все в масках и с красными зонтиками, однако их всего несколько человек и пришли они скорее с красными шапками. И участницы акции протестуют у Верховной Рады, также они собираются пройти на Майдан Незалежности, также попротестовать у Кабмина и администрации президента. Они просят освободить их от штрафов за секс-деятельность и попросят они освободить их также от преследования полиции. Вот говорят они, что проституция такая же работа, как и все остальные. Этот бизнес легализован в большинстве европейских стран. Действительно всего около десятка человек пришли митинговать, и сейчас журналистов больше, чем митингующих. Но основное требование их это исключение из Кодекса Украины об административных правонарушениях статьи, предусматривающей ответственность за проституцию. Активистки уверяют, что хотят убрать штрафы, чтобы у девушек пропал страх перед шантажом и коррумпированной полицией. То есть сейчас они даже боятся показать свои лица. Они так анонсировали свой митинг, но, судя по всему, свои лица они сегодня не боятся. Показывать абсолютно все девушки пришли без масок. Ну а публичные дома в Киеве спокойно переживают и смены власти, и революции, и программы по борьбе с преступностью. Ну а что касается официальных данных, сколько же девушек на Украине занимаются проституцией, на самом деле МВД украинские официальные данные скрывают. Но вот есть такая информация от исследовательского центра международного альянса ПАВИЧ на Украине. В 2012 году последние исследования они проводили. Так вот, в стране около 80 тысяч женщин в возрасте от 15 до 49 лет занимаются проституцией. Ну то есть в больших городах около полутора процентов женского населения вовлечено в оказание секс-услуг. А в Европе Украину называют страной-борделем. Даже несмотря на протесты в Фемен, Украина остается главным европейским направлением для секс-туризма. Ну и европейцам часто даже ехать никуда не надо, как говорится. До 30 процентов проституток в Европе это гражданки Украины. И вот это официальная статистика Евросоюза. Между прочим, статус интимной столицы Украины закрепился вовсе даже и не за Киевом, а за Харьковым. Но летом центром секс-индустрии становится Одесса. Между прочим, в Раде хотели преодолеть безработицу как раз таки путем легализации проституции. Уже давно звучат предложения о том, что надо бы легализовать этот бизнес, чтобы проститутки украинские платили налоги в бюджет. Вот, например, последний законопроект был зарегистрирован 21 сентября 2015 года в Верховной Раде. Текст проекта закона тогда внес нардеп из группы «Воля народа». Но пока так и не был принят этот закон. И, собственно, киевские проститутки вышли сегодня на митинг. На самом деле, киевские власти говорят о том, что нежелательны какие-либо протесты. Сейчас и митинги. Разрешено митинговать только патриотам и различным радикалам. Но киевские власти запрещали это в основном, чтобы люди не выходили на акции протеста в связи с увеличением тарифов на оплату услуг ЖКХ и так далее. Увеличением стоимости проезда и роста цен. Но проституткам удалось согласовать это мероприятие. Ожидалось, что будет несколько сотен человек, по крайней мере, так анонсировали. Но к Верховной Раде сегодня пришли меньше десяти девушек, которые представляют секс-услуги на Украине. Ну, на самом деле, когда только начали анонсировать этот марш евро-девочек, как только уже не называли сами украинцы в соцсетях эту акцию. Давайте посмотрим. Тяжело, наверное, маршировать с раздвинутыми ногами. Извините. А чё не 8 марта? Традицию надо соблюдать. 8 марта 1857 года в Гамбурге, правда, за дату не уверен, первый раз прошли с требованием выдать зарплату матросам. А то уж кредит обслуживает не комильфо. Наконец-то Верховная Рада выйдет народу себя показать.